Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в передаче поговорим о здоровье. Мы коснемся темы наркомания и профилактика. И для того, чтобы осветить эту тему, мы пригласили в гости заведующую наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Запольного Ольгу Федоровну. Ольга Федоровна, прежде всего, хотелось бы знать, сколько зарегистрировано потребителей наркотиков в нашей стране, сколько их зарегистрировано в Московской области и в нашем Ленинском районе, потому что общеизвестно, что количество людей, принимающих наркотические и токсические вещества, в последнее время увеличивается. Надо я с самого начала сказать, что официальные данные отличаются от действительного положения дел. Так, по России в настоящее время официально зарегистрировано без малого 550 тысяч больных наркоманий. Но в то же время разные структуры считают, что в России от 5 до 7 миллионов больных наркоманий. В Ленинском районе зарегистрировано, состоит под наблюдением 337 больных наркоманий. Причем последний рост, значительный рост, это последние 5 лет, по некоторым данным увеличилось количество больных наркоманий по стране в 17 раз. За прошлый год, 2011, рост числа больных наркоманий в Ленинском районе составляет 3,7%. Ольга Федоровна, скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, наркомания – это заболевание или вредная привычка? Наркомания – это болезненное пристрастие, привыкание к веществам наркотической группы. Возникает при систематическом употреблении наркотических веществ. Развивается психическая и физическая зависимость, формируются социальные последствия, соматические осложнения употребления данных веществ. Ольга Федоровна, скажите, пожалуйста, а что происходит, когда употребление наркотического препарата прекращается? Когда человек принимает наркотики, в его организм происходит своеобразная перенастройка. Меняется обмен веществ, меняется работа нервной системы, внутренних органов. И в тот момент, когда в определенное время наркотик не поступает в организм, все органы испытывают стресс. То есть плохо работает и нервная система, и сердечно-сосудистая, и другие внутренние органы. И это состояние переносится очень тяжело физически. Возникают боли, ознобы, неусидчивость, различные психические нарушения. Может быть, повышение температуры, ломота в суставах, мучительный насморк. Это состояние у опийных наркоманов напоминает начинающийся тяжелый грипп в сочетании с кишечными расстройствами. Это состояние называется ломкой опийной. При отмене других препаратов психостимулирующих таких болезненных физических проявлений не наблюдается. Но зато человек испытывает выраженный психический дискомфорт, тревогу, печаль, депрессию. При всех видах наркомании в период отмены препаратов наблюдается бессонница, депрессия. Ольга Федоровна, а вот все равно многие спрашивают, гашиш, то есть препараты конопли, что это легкий наркотик. Он-то влияет как-то на организм. Что происходит, когда человек прекращает прием этого вещества? Все дело в том, что препараты конопли в процессе своего метаболизма, они проникают через гематоэнцефалический барьер, то есть в мозг. И меняется биохимизм мозга. И если существует привыкание к препаратам конопли, то естественно, как при приеме других наркотиков, будет синдром отмены. В этом случае помимо депрессии, помимо бессонницы, могут возникнуть психические нарушения на уровне психоза. Могут быть и галлюцинации, и выраженная неусидчивость. Бредовые идеи могут сформироваться. Мы прекрасно знаем, что наркомания у нас молодеет. Как же происходит вовлечение подростков в это заболевание? Это школы, это дворы, это какие-то клубы, где дети находятся без контроля родителей. И, казалось бы, старые знакомые, подростки или взрослые, которых мы уже знаем, но мы не знаем о их наркотизации, могут вовлечь ребенка в этот тяжелый процесс. Ольга Федоровна, а расскажите, пожалуйста, об аптечной наркомании. Что же происходит с человеком, если он принимает вещества, которые продаются в наших аптеках? Изготовляются такие наркотики, которые приводят к разрушению организма очень стремительно. Так, в частности, из КДН, содержащих препаратов, производился наркотик, который имеет название крокодил. Зависимость от этого наркотика развивается буквально после первой инъекции. И продолжительность жизни больных, которые употребляют этот наркотик, не превышает одного года. Эти вещества, которые больные готовят в домашних условиях и вводят внутривенно, вызывают некроз тканей, омертвение вен, мягких тканей, что приводит к ампутации конечностей. Ольга Федоровна, а давайте теперь поговорим, что же делать родителям? Какие бы Вы дали советы, если заподозрено, что ребенок начал принимать наркотические вещества? Большое количество людей в нашей стране пробовало наркотики. Считается, что 15 миллионов людей, граждан Российской Федерации, когда-то пробовало наркотики. Больными стали не все. И у подростков, как правило, именно в молодом, юном возрасте развиваются поисковые реакции. Когда ребенок чувствует, что нет контакта с близкими, его не понимают сверстники, что-то не устраивает его в окружающем, он хочет каких-то новых ощущений. Если родители не помогут ему в этом, не займут его досуг спортом, культурой, какими-то другими интересами, вполне возможно, что ребенок пойдет на улицу и попробует этот наркотик, который предлагают достаточно широко. В настоящее время легко провести тестирование на содержание наркотических веществ в организме и даже в домашних условиях. Для этого в аптечной сети широко продаются специальные тесты. Врач-нарколог на приеме всегда окажет методическую помощь, расскажет, как правильно это сделать. Возможно, поможет оценить тест. И если уже появилась положительная реакция биологической среде на наркотики вашего ребенка, обязательно нужно решить вопрос с лечением. При этом можно дать совет родителям не кричать, не злиться, не угрожать, чтобы не оттолкнуть ребенка от себя. Дорогие друзья, наркомания не делает поблажек. Она забирает человека целиком. Будьте здоровы. Пусть это не коснется ваших семей, пусть это не коснется ваших детей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»